Мемориальная доска На торжественную церемонию собрались ученики, воспитанники военно-патриотических клубов, жители микрорайона «Заречный» и ветераны войны. Как знак признания памяти великого человека, тот, кто помнит о прошлом, для того и есть будущее. Герой Советского Союза Жигуленко когда-то жила на улице Чайковского, но этого дома уже нет. Евгения Жигуленко приехала в Сочи в 50-х. Работала лектором, была депутатом городского совета, долгие годы возглавляла управление культуры. Была одним из инициаторов открытия в Сочи выставочного зала изобразительного искусства, ставшего позднее художественным музеем. Курировала строительство концертного зала фестивальный. Оба здания стали визитными карточками города. Боевой путь «Красного сокола» Жигуленко неразрывно связан с 46-м гвардейским ночным бомбардировочным авиационным полком. В нем летчицами, штурманами и специалистами по ремонту самолетов У-2 служили девушки, вчерашние школьницы. На счету Жигуленко почти тысяча боевых вылетов. А я ее вспоминаю в боевой обстановке, в меховых унтах, в меховом комбинезоне, в летном шлеме, с планшетом через плечо. Эта встреча боевых подруг Евгении Жигуленко произошла на телевизионном «Голубом огоньке», посвященном 30-летию Победы. Отважная летчица была ведущей этой передачи. Я вспоминаю, как во время войны мамы писали нашим девчонкам в своих письмах «Будьте мужественными, будьте храбрыми». И вот только сейчас я могла понять, как велико, как огромно материнское сердце, чтобы суметь написать «Будьте мужественны туда, где рвутся снаряды». С 1970 года Жигуленко жила в Москве. Закончив режиссерский факультет в ГИКа, работала на киностудии имени Горького. Сняла два военных фильма «Без права на провал» и «В небе ночные ведьмы». «Мистер!» «Мама!» «Они сожгут всех по одиночке! Захожу на цель! Приготовься!» Жигуленко ушла из жизни в 1994-м, но ее всегда вспоминают в Сочи в День Героев Отечества. Не забывают и других ветеранов. На прием в горсобрание пригласили более 40 орденоносцев. Поприветствовать собравшихся пришел и глава города. «Мы гордимся вами. Вы совершаете трудовые и ратные подвиги в мирное время. Участвуйте в культурной, духовно-просветительской и благотворительной работе. Передаете свой бесценный опыт подрастающему поколению. Желаю вам душевного тепла, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни». Во время чаепития разговор шел и о проблемах ветеранов, и о том, каким герои войны видят будущее родного курорта. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.